Очень коротко план. Мы эти полтора часа разделим примерно поровну. Я начинаю рассказывать о программе в целом и об институте в целом. И потом будет два доклада представителей совсем разных направлений. Я немножко о них скажу. Но к ним уже тоже могут быть более детальные вопросы. По возможности задайте вопросы мне, те, которые общего характера, а те, которые будут специфические по тем технологиям, которые рассказывают два следующих докладчика, это приготовьте для них. Так, все, тогда давайте начинать. Два или три слайда будут общие для старта, а потом пойдет конкретика. Хотел поделиться с вами своими некими размышлениями о том, как и откуда развивалось программирование, ну и технологии программирования в целом. Так, фамилия Жакара кому-нибудь известна? Так, а вы мне будете писать в чат, например? Ребята могут и в чат, могут голосом отвечать. Да, можно голосом, то есть как-нибудь реагируйте. Так, сейчас я смотрю, где мне увидеть чат. Участников. Так, Ирина, подскажите, где мне увидеть чат. Я вот вверху смотрю в меню. Там либо кнопочка «Дополнительно чат», либо внизу «Чат». Дополнительно, дополнительно чат, да. Так, чат пока пустой, но ничего, хорошо. Так, означает ли это, что фамилию Жакара никто никогда не слышал? Так, хорошо. Один в чате я вижу, вот Николай Бояркин слышал. Да, слышал, слышал. Слышали, хорошо. А, еще есть Никита, слышал. Станок, правильно, 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 правильно. Значит, чем Жакаров станок отличается от всех других станков? От токарного станка чем он отличается? Дмитрий Бутаков, если слышал, что это станок. В чем отличие? Он ткацкий, ну правильно, ткацкий. Хорошо. Это назначение по конструкции. Объясняю, Жакаров станок – это станок, который приводился, вернее, управлялся очень такой специфической перфолентой. И эта перфолента в действительности содержала программу ткани, ну там, ковра или какого-то, так сказать, живописного полотна или гобелена. То есть, это вот первое программированное устройство с реальной большой длинной программой – это вот были Жакаровы станки. Так что программирование, грубо говоря, началось чуть-чуть раньше XIX века. Так что в конце XVIII века уже появились первые программисты, и они, наверное, все были французы. Так, а холерит или галерит, кто-нибудь слышал об этом? Так, Жакара слышали, а галериты не слышали, да? Так, а фирма IBM кто-нибудь знает, что это такое? Про фирму IBM знаешь, Никита, понятно. Вот фирма IBM была основана как фирма для построения табуляторов. И вот первые промышленные табуляторы разработал галерит. А Россия была первой страной в мире, которая провела перепись населения, это где-то 1895 год, и все данные переписи обрабатывались на табуляторах галерита. То есть, это тоже программируемые машины, которые на самом деле уже умели немножечко считать. Ну, на самом деле действие там было ровно одно, сложение. Они умели складываться. Но, так сказать, вот какие данные на перфокарте, так сказать, читать, какие не читать, это вот некоторая логика закладывалась в программу. И потом в цикле обрабатывалось огромное количество вот этих перфокарт, то есть миллионов. То есть, это вот впервые в таком масштабе применение табуляторов было в России в конце 19-го июля. Так что это тоже была некоторая эпохальная ветка. Вот, а потом появился Бебиджа Лавлейс. Про Бебиджа, я думаю, тоже все знают, да? Ну, многие. Так, почему Бебидж у меня, вот его работы начала 19-го века стоят после работ галерита? Какая-то логика здесь есть? Так, так, люди думают, ответ. Так, нет ответа, да? Так, ну тогда мне придется отвечать. Дело в том, что в машине галерита, ну, грубо говоря, не было ни условных операторов, ни циклов. А в машине Бебиджа все это было. То есть, на самом деле, машина Бебиджа уже была полномасштабная машина с программным управлением. И там, в действительности, было даже два устройства программного управления. Одно устройство занималось обработкой команд, а другое устройство обработкой данных. И, соответственно, были соответствующие два набора ленточек. Так что, по логике, машина Бебиджа – это уже была машина следующего поколения. Хотя она появилась, как видите, там за 50 лет до галерита. Так, вот работа вот этой плеяды вот американских и немецких инженеров появились уже позже. Это были совсем настоящие уже электрические вычислительные машины. В отчете фон Неймана была дана, так сказать, концепция современной вычислительной машины. Единственное отличие от того, что было описано у Неймана по сравнению с Бебиджем – это изменяемая или, как тогда говорили, хранимая программа. То есть машина не только пользуется программой для своего вычисления, но она в коде вычислений может менять самую программу. И вот, собственно, гибкость современных компьютеров в этом и состоит. То есть компьютер не только берет готовую программу, он ее трансформирует, модифицирует, развивает, оптимизирует и строит новые программы. То есть вот компилятор – это один из примеров программ, которые строят другие программы. Так что вот фактически вот это только появилось у фон Неймана, и раньше этого, так сказать, не было. В 1968 году случилась серьезная веха в развитии программирования. Научное и техническое инженерное сообщество пришло к заключению, что в действительности появилась новая индустрия, новая отрасль промышленности, к которой нужно относиться уже не как к некоторым экспериментам ученых-математиков, как к некоторой промышленной деятельности, но и вытекающие отсюда требования. Должна появляться стандартизация, унификация, соответствующие учебные курсы и так далее. То есть вот, собственно, и термин software engineering появился только в 1968 году. Так, ну, был период некоторого эволюционного развития, и здесь я хотел бы отметить вот работы 2005 года, то есть самое начало 2000-х годов, начинает обсуждаться тема компьютерной безопасности. Big Data термина тогда, может быть, такого и не было, но тем не менее, эти вопросы тоже обсуждались. И вот, что появилось у нас сейчас. И посмотрим, как можно обобщить, где ключевые, так сказать, повороты в истории развития программирования случились, где и когда. Вот я думаю, что все-таки, значит, три момента я выделил. Да, значит, Бэббидж, Фон Нейман, появление software engineering, и к красным, как вы видите, появляется вот тема компьютерной опасности. То есть пока говорили нейтральная компьютерная безопасность, это было, так сказать, важно, но не так серьезно. А когда появилось понятие компьютерной опасности, к этому все стали относиться гораздо более, так сказать, серьезно. Ну и я думаю, текущее состояние дел, вот где мы сейчас находимся, мы как раз находимся в точке осознания вот этого нового качества, к которому мы пришли. И вот эти, собственно, вещи, которые здесь названы, тотальная связанность, работа с большими данными, цифровизация практически всего, и при этом осознание того, что мы живем в условиях огромных угроз, которые могут реализоваться в любой момент, и не очень-то знаем, как эти угрозы нейтрализовать, вот эти три-четыре темы – это и есть, я бы сказал, по-простому задачи системного программирования, как оно трактуется сейчас. Ну, я поясню свою точку зрения. Задача программирования как такового – это создавать программы, которые полезны для людей. Это в первую очередь приложения. А задача системного программирования – обеспечить платформу для создания таких приложений, чтобы они были достаточно качественными, достаточно надежными и в совокупности безопасными для человека. Вот каждое приложение в отдельности безопасность обеспечить не может. То есть требуется некоторый общий системный подход, и в первую очередь нужно обращать на надежность и безопасность платформы, на которой мы находимся. Что такое платформа для нас? Ну, в первую очередь, операционная система. Операционная система в действительности – это некоторый комплекс, программно-аппаратный комплекс, она, так сказать, завязана на микропроцессор, на программы, которые там раньше назывались биосом и так далее. То есть это вот низкоуровневое программное и программно-аппаратное обеспечение. Надежность и безопасность этого – это самое главное, так сказать, звено обеспечения общей безопасности и качественной системы. Ну и, так сказать, многие другие вещи, которые тоже важны, они зависят от системного программирования. Собственно, вот этими вопросами мы и занимаемся в рамках нашей магистрской программы. А Институт системного программирования, который поддерживает эту программу, практически все преподаватели одновременно являются и сотрудниками Института системного программирования, и Высшей школы экономики. Так что с Институтом вам придется познакомиться в любом случае достаточно плотно. Институт имени Иванникова. Вот я вам хочу представить директора нашего института Арутюна Ишхановича Аветисяна. Видите, достаточно молодой, по-моему, еще нет 50, но уже академик. И не зря, потому что вот те работы, которые здесь представлены, они, как видите, достаточно весомые. И для многих уже понятна важность, актуальность и интерес этих работ в самых разных аспектах. Помимо Высшей школы экономики, у Института есть еще две кафедры. Все кафедры называются одинаковые. Кафедры системного программирования. Одна из них на ВМК, другая в физтехии. И вот третья кафедра, она была организована где-то лет 5-6 назад на факультете компьютерных наук Высшей школы экономики. Партнеров у Института много, как зарубежных, так и отечественных. Тематика. Основные направления тематики здесь представлены. Если кто-то захочет в какой-то момент задать вопрос по поводу конкретной систематик, ради бога. Чуть дальше я покажу более детальный список и там на каждом элементе этого списка смогу остановиться. Так, ну операционная система. Значит, язык системного программирования, он, институт системного программирования, он, конечно, всегда занимался операционными системами. Основатель Института Виктор Петрович Иванников утверждал, и никто его пока не опроверг, что он чемпион мира по разработке операционных систем, потому что он в свое время сделал 6 работающих операционных систем. Значит, полный список я сейчас на память вам не продиктую, но первая операционная система была для Центра управления полетов, это НД-70, то есть работала, по-моему, во всех центрах управления полетами, которые в то время в Советском Союзе были, для машины БСМ-6. Ну и потом было, так сказать, достаточно много других. Последнюю операционную систему, которую он делал, это компьютер, назывался электроника SSBIS, по архитектуре очень близко к Cray-1, Cray-2, то есть это был суперкомпьютер по тем временам, с очень такой серьезной, продвинутой системой команд. И вот как бы это была последняя операционная система, на которой Виктор Петрович закончил. Это было, наверное, самое начало, конец 80-х, начало 90-х годов. Ну а сейчас, как видите, тематика осталась, но операционные системы уже стали другими. Из операционных систем, про которые все знают, мы достаточно мало занимаемся Windows и очень много занимаемся Linux и операционными системами, которые делают в основном в России, но есть и те операционные системы, которые делают за рубежом, то есть операционные системы реального времени, с чем приходится работать. Значит, область применения, ну, про Linux вы, наверное, знаете, где Linux применяется, а операционная система реального времени – это авиация, космос, промышленный интернет вещей. Ну что это такое? Это вот управление энергетическими установками, управление топливными, так сказать, насосными станциями и так далее, и так далее. Это там, где требуется обеспечивать жесткие временные характеристики, требуются очень высокие гарантии, так сказать, стабильности этой системы, как говорят, детерминизм. Так что вот всеми этими вещами мы занимаемся, занимаемся в разных качествах. Где-то мы делаем операционные системы, а где-то мы выступаем как разработчики верификационных инструментов или средств тестирования, которые позволяют продемонстрировать или оценить, так сказать, корректность, надежность, стабильность различных систем, в том числе и операционных. Для ответственного программного обеспечения имеются соответствующие специальные средства анализа и оценки надежности. В коммерческом программном обеспечении это почти не используется в силу разных причин. С одной стороны, это дорого, с другой стороны, у коммерческих компаний часто не бывает соответствующих специалистов соответствующей квалификации, чтобы такого рода вещи, верификацию и тестирование сделать. А для ответственного программного обеспечения это все делается, находится и время, и деньги, и ресурсы, так что вот этим мы занимаемся активно. Ну и, соответственно, в тематиках курсовых и дипломных работ наших студентов это часто является одной из таких популярных тем. Дальше идут темы, на которых я останавливаться подробно не буду, но тем не менее я скажу. Это вот тематика больших данных и виртуальных средств. Значит, в чем здесь специфика? Специфика наших учебных курсов и специфика, так сказать, работ, в которых студенты могут участвовать. Это не только разработка некоторых математических моделей, некоторых эвристик, которые позволяют каким-то образом проанализировать эти большие данные, но это в первую очередь разработка инфраструктуры, которая позволяет работать с очень большими структурами данных. Ну, то есть, гигабайты, пентабайты и так далее. И делать это с высокой точностью и с достаточно большой скоростью. То есть, вот такие инфраструктуры, без которых серьезные задачи в Big Data решить нельзя, то, что делаем мы, это разработки достаточно уникальные. Причем я сразу хочу сказать, большую часть того, что делает институт, это не являются какие-то разработки, которые мы взяли с нуля и сделали. Почти всегда это в основу берутся какие-то большие, серьезные, активно развивающиеся открытые проекты. И на основе открытых проектов делаются новые решения, которые позволяют решить, достичь конечных целей. Вот показателем активности разработчиков, которые работают в такой манере, не только активности, но и квалификации, это является статус разработчиков в некотором сообществе, значит, у членов этого открытого проекта. Ну и, так сказать, это не только статус, но это еще некоторые, так сказать, там права, которые этот человек имеет, ну и, соответственно, некие обязанности, которые он несет. Но вот забегая немножко вперед, могу сказать, что в компиляторном сообществе имеется, ну, фактически два, это сообщества, которые занимают монопольное положение, это GCC и ЛВВМ в институте, и часть этих ребят являются преподавателями нашей капитуры. Есть несколько контрибьюторов, это называется, ревьюеров, пардон, ревьюеров, ревьюеров кода GCC и ЛВВМ, значит, в стране их вообще мало, а по поводу вот ревьюеров и ЛВВМ, по-моему, только сотрудники нашего института являются от России ревьюеров, других просто нет. Возвращаясь к операционной системе, могу сказать, что, значит, наши ребята имеют несколько сотен, так сказать, патчи, которые приняты Linux-сообществом, так что и каждый патч, это не просто какая-то безымянная программка, она-то с автором, с историей, так что все это можно посмотреть, ну и, соответственно, уровень квалификации, вы понимаете, соответствующий. Следующий открытый проект, это проектор Куйму, так сказать, симулятор, много платформенный, здесь у нас тоже, так сказать, есть очень серьезные группы и соответствующие истории развития этого открытого проекта. Ну и вот там последняя строчка этой страницы, это техники и, соответственно, инструменты анализа программного кода. Значит, все, что находится внизу, об этом будет более подробно рассказывать Андрей Белеванцев, вот от компиляторов ниже. А то, что между операционными системами и компиляторами, значит, бигдейт и виртуальные среды, будет рассказывать Ярослав Недумов, он, по-моему, уже к нам сейчас подключился, так что как только я закончу, он сразу будет рассказывать по этим темам. Если он расскажет что-нибудь еще, я возражать не буду. Так, на сайте института в действительности можно посмотреть, достаточно много увидеть для себя интересного. Вот инструменты, которые сделаны в институте, многие из них являются открытыми инструментами, вы можете поучаствовать в развитии или в использовании этих вещей, так что это все достаточно открыто. Так, это я вам сказал почти спасибо и до свидания. Это дворик нашего института, находится недалеко от Таганской площади. и многие занятия магистрантов проходят в этом здании. Вот, а вот, собственно, что я вам хотел показать, это ссылки, которые вам пригодятся. Значит, первое – это ссылка на сайт института. Второе – это ссылка на кафедру системного программирования в высшей школе экономики. Третья ссылка – это страничка для студентов, которая находится на портале ispras.ru. И здесь есть и темы потенциальных работ, фамилии, контактные данных ваших преподавателей или, как мы говорим еще, наставников, менторов. Есть ссылки на открытые публикации, на технологии, которые можно посмотреть, ну и много чего-то можно посмотреть. Значит, почему я так много говорю про институт? Одна из причин состоит в следующем. Образование у нас, форма, формат образования, он не типичен для классических университетов. Значит, в классическом университете главная фигура – это лектор, за ним идут преподаватели, которые ведут семинары, и потом где-то, так сказать, еще появляются некие люди, которые, возможно, вам помогают делать курсовые и дипломные работы. В нашей магистратуре, пожалуй, все не так. Значит, лекторы есть, преподаватели есть, но это в вашей жизни будет занимать, ну, не больше, чем полтора дня в неделю. А все остальное время, если вам, на самом деле, интересно, если вы хотите, так сказать, добиться чего-то такого большого и красивого, вам придется, ну, придется, у вас будет возможность работать в исследовательских проектах, и там у вас будут наставники. И наставников, на самом деле, может быть, несколько, сколько нужно, столько и будет. Значит, ваша задача – наставникам задавать вопросы, а их задача – на ваши вопросы отвечать. Значит, заметьте, что у нас нет людей, в задачу которых входит заставлять учиться. Если вы не хотите учиться, не надо, очень хорошо. Значит, будут некоторые проблемы, так сказать, в зачетной или в экзаменационной сессии, но давайте об этом грустно, так сказать, пока не разговаривать. А если вам действительно что-то нужно, что-то интересное, вы хотите чему-то научиться или что-то у вас не получается, надо помочь, то как раз сотрудники института здесь в тесном контакте, они всегда готовы работать, как ни странно, готовы помогать. Так, ну и уже только завершая прям совсем, я хочу сказать, что институт на самом деле, помимо научной деятельности и производственной деятельности, организует достаточно много интересных для вас событий. Одно из них – это серкосеть, расшифровывается так, это летняя школа для молодых исследователей в области софтвейн-инжиниринг. Значит, в этом году она будет проводиться в комбинированном формате, то есть небольшое количество людей будет участвовать, как бы очно и достаточно большое количество заочно, ну там, например, по Зуму. На этом сайте можно посмотреть условия принятия статей, 21-й год, пардон, а не 20-й. Статьи можете подавать прямо сейчас. В отличие от многих других конференций, в ответ на вашу статью вы получите достаточно подробную рецензию. Никто не гарантировает, что вашу статью примут, но гарантированно, что вам объяснят, как правильно написать статью, чтобы ее приняли. Если вы успеете сделать итерацию, вы можете попасть в этом году, если не успеете, попадете в следующем году. Но это в действительности очень такой хороший учебный инструмент, не только научный, но и учебный инструмент. Ну и еще ежегодная открытая конференция института. В этом году она тоже проводилась в комбинированном формате. И, по-моему, там было порядка, вот в этом году сейчас, 150 человек участвовало очно, и порядка 700 участвовало заочно. То есть это большая международная конференция, абсолютно свободная для доступа, не нужно ничего платить, подключайтесь. Если хотите посылать статьи, посылайте. Но, так сказать, отбор, естественно, достаточно жесткий. Так, ну и на этом я, наверное, уже заканчиваю. Так что, если есть вопросы, я думаю, минуты 3-4 готов ответить на общие вопросы. Так, можно задавать очно, можно задавать в чате. Так, вопросов, похоже, не вижу, да? Так, тогда Ярослав. Значит, а сколько нас осталось, Ирина? Нас осталось? Да. Но нас всего 53 участника. Мы практически в полном составе. Александр, они не могут сбежать. На смысле могут, но потом мы отследим. Так что... Мы ведем учет посетяемости просто, да, у нас тут все серьезно. Александр Константинович, вы передали, да, слово далее коллегам? Ну, видимо, да? Да. Хорошо, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Ярослав Недумов. Я попробую рассказать про вот ту самую часть между операционными системами и компиляторными технологиями, которые мы обозвали как интеллектуальный анализ больших данных. Я представляю отдел информационных систем, институт системного программирования, и у нас довольно много разных научных групп, которые занимаются достаточно большим, достаточно большим спектром задач. С какими-то я знаком, лучше с какими-то хуже, поэтому где-то я смогу рассказать подробнее, где-то менее, но везде что-нибудь расскажу. Общий спектр начинается выше операционных систем, а на самом деле выше компиляторов, хотя с компиляторами мы смыкаемся сейчас, позапрошлого года, прям вплотную. С операционными системами тоже, потому что на нашем нижнем уровне расположены задачи управления распределенными вычислениями, облачной инфраструктурой, базами данных и подобными вещами. Но и более прикладные штуки тоже у нас так или иначе решаются. Алгоритмы машинного обучения, тут написано еще там статистика и дискретная математика. На самом деле этим не очень-то много мы занимаемся, но в каком-то роде это часть всего машинного обучения, поэтому в каком-то объеме это присутствует. И присутствуют конкретные прикладные домены, которые зависят от потребностей наших заказчиков или каких-то научных задач, с которыми мы сталкиваемся. И таким образом мы можем показать, как те технологии, которые где-то вот тут внутри спрятаны, выглядят на задачах, которые, в общем, достаточно понятны и прикладны. Так, я пойду снизу вверх сейчас более или менее подробно. Вот такого рода у нас будут слайды, названия научной группы, так скажем, некоторые вызовы, на которые мы пытаемся ответить, и конкретные задачи, которые можно здесь решать. Ну и какие-то ссылочки вот в этом снижнем желтом блоке будут ссылки либо на статьи, которые написаны сотрудниками отдела, либо на какие-то демо или видео по соответствующей тематике. Так, облачные технологии. Что за облачные технологии? В принципе, какие-то тяжелые вычисления, задачи довольно старые, и суперкомпьютеры всякие строятся давно, то, что Александр Хстатин сейчас рассказывал, это все остается. Но сейчас облачные технологии становятся достаточно вообще простой такой штукой, которой пользуются все. Большая часть стартапов начинается с того, что как бы никто не покупает сейчас железо себе, все идут там, я не знаю, в какую-нибудь компанию, которая предоставляет виртуальные машины за абонентскую плату, и там их покупает. Таким образом, можно разом получить доступ фактически к достаточно большому и мощному кластеру, тогда, когда он тебе нужен, а когда он тебе не нужен, быстренько его раздать другим потребителям. Как организовать такой кластер, как свою систему, которая решает какую-то блокадную задачу, расселить по вот этим вот всем виртуальным машинам, это все очень непросто на самом деле. Здесь приходится решать кучу всяких задач, потому что тебе надо настроить базу данных, чтобы она была в распределенном режиме. Тебе надо на каждую конкретную виртуальную машину поставить копию системы управления базы данных и связать их между собой, чтобы они знали, кто где, настроить сеть между ними. Для этого есть большое количество технологий, с которыми некоторые тут перечислены. OpenStack – система для, собственно, построения облаков, Kubernetes – система для оркестрации контейнерных средств каких-то. Цепф немножко не в эту сторону, это такая большая мощная система хранения, но тут вот тоже у ребят наших есть коммиты вот во все три этих больших платформы, наверное, можно сказать. Вот, тут один слайд на самом деле, но сколько сейчас там? Там ребят, наверное, шесть у нас сейчас есть, которые готовы брать студентов и с ними этим заниматься. То есть на самом деле у нас отдел немножко переполнился в прошлом году, и мы не очень-то готовы много народу набирать, но вот здесь вот есть силы и много всяких задач, таких вот именно системно-программистских, максимально близко к железу, всякие задачи типа, поработать с SSD супербыстрыми, то, что за последние годы, много лет почти ничего не менялось в этом плане, а последние годы скорость SSD вполне приблизилась к скорости оперативной памяти, и это здорово влияет на то, как, скажем, база данных теперь работает, потому что если раньше приходилось все время, ну, рассчитывать то, что у тебя есть быстрая, но не быстрая оперативная память, и постоянная память более-менее медленная на жестких дисках, то теперь появился этот промежуточный слой, использование которого тоже является некоторым вызовом на самом деле. Так, что здесь было про распределение? Большие данные, действительно есть большие данные, которые никак не помещаются ни на один жесткий диск, ни на много. Тут есть еще побочная задача, когда тебе надо эти данные распределить, распределить, не просто сохранить как-нибудь в одном месте, а сохранить так, чтобы они были доступны из разных точек мира, отдельная история. Но есть просто потребность хранить очень много данных достаточно быстро и надежно. Ну, тут понятно, что, конечно, основной способ – это репликация, когда ты просто делаешь несколько копий, но просто делаешь несколько копий – это на самом деле не так уж просто. Так, и последняя штука здесь – это мониторинг. Когда у тебя есть большая сложная система, развернутая на сотнях машин, тебе надо понимать, какие из них работают, какие из них сломались, какие части системы нормально себя чувствуют, где тебе нужно больше ресурсов, а где можно ресурсы отдать. Автоматически следить за тем, что с твоим кластером происходит, и как-то там отвечать на возможные с ним проблемы. Тоже там требует больших усилий, и есть целая куча программных систем, которые позволяют этот мониторинг организовывать. Здесь есть видео от ребят, которые этим занимаются более плотно, и рассказывают, наверное, про это лучше меня. Можно туда сходить, посмотреть ссылку. Я думаю, что презентацию как-нибудь до вас донесем. Можно под нее кликнуть тогда просто. Вот. Так. Пойдем, наверное, дальше. Следующая, как бы, точка входа для тех информационных систем, которыми мы занимаемся – это данные, которые мы получаем из интернета. Сбор данных с интернета почти всегда первый этап. Иногда у нас есть какие-то на входе, когда заказчик выносит какие-то данные, которые у него уже есть, но, как правило, данных нет, и нужно их собирать, и потом уже, чтобы можно было анализировать, нужно было что-то собрано. Здесь возникают проблемы, связанные с тем, что ресурсы ограничены, и нельзя скачать весь интернет на флешку, как бы этого не хотелось некоторым людям. Поэтому все время приходится выбирать, что качать сейчас, что потом, когда перекачивать, как вот этим всем управлять. Одна конкретная, конкретный вызов, на который надо отвечать. Нету каких-то фиксированных программных интерфейсов, то есть сайт – это просто штука, которая вам отдает какой-то HTML, а последнее время отдает не просто HTML, а достаточно пустой HTML и JavaScript, который потом динамически это HTML достраивает, делая дополнительные запросы в сеть. Если там, не знаю, 20 лет назад Крауля для какого-нибудь поисковика просто мог то HTML получить с помощью вызова GET, что типично, то теперь необходимо, чтобы он умел исполнять каким-то образом JavaScript, а исполнять какой-то чужой JavaScript, вообще говоря, все скидывание безопасности еще довольно интересная штука. Поэтому то, что здесь нету конкретного программного интерфейса, по которому можно было получать данные, как можно получать данные из базы данных, там делать и письку, или запрос. Здесь приходится как-то выкручиваться. Надо слить за тем, чтобы данные были актуальны, надо иногда учитывать какую-то защиту от сбора данных. Некоторые сайты показывают капчу. Здесь, на самом деле, довольно спорная такая территория начинается, потому что вопрос, кому принадлежат данные на самом деле, можно их качать или нельзя. На эту тему идут суды, в первую очередь, конечно, в Штатах. И там, в общем и целом, сложный вопрос, на самом деле. Есть судебные решения в пользу того, что все, что лежит в интернете, можно качать, и раз оно выложено, значит, можно. Есть разные варианты, как, чего все-таки качать нельзя. Так, ну, предназначительная страница я сказал. Тут у нас есть конкретная задача строения моделей социальных сетей. Достаточно теоретическая такая штука. Интерес здесь в том, чтобы социальные сети вообще достаточно давно являются объектом интереса у нас на семинаре в отделе. и понятно, что их собирать целиком никакой возможности точно нету, можно какие-то локальные окрестности брать, и хотелось бы понимать как-то хотя бы там вероятностно, какая часть социальной сети собрана, и как бы выбирать, собирать какой-то выбор. То есть, мы хотим там, не знаю, набрать всех каких-нибудь там лидеров мнений, всех людей, у которых там больше тысячи подписчиков. Хочется сделать это, не скачивая всю социальную сеть целиком, а скачав как можно меньше лишнего. И здесь есть некоторые подходы, алгоритмы, как это делать, и как оценивать точность и полноту собранных данных. Вот про это кажется вот эта первая статья Collecting Conferences Comparative Studies for Limits of Crawlers. Как раз на открытой конференции Espress, про которую Александр здесь говорил. Так. Здесь, наверное, дальше пойдем. Когда мы что-то собрали, мы, на самом деле, как правило, собираем данные, которые с одной стороны вроде бы структурированы, то есть это либо HTML какой-нибудь, либо иногда в некоторых доменах это могут быть какие-то файлы там PDF или DOC. То есть какая-то структура у них есть, это не совсем, не знаю, простой текст или что-то тут не структурированное. Но с другой стороны, оно и не совсем формальной структурой обладает. То есть мы, как правило, если мы качаем какие-нибудь научные статьи из интернета, то нас интересует то, что в этих статьях лежит, где там введение, где заключение, где список авторов, где процитирована литература. И мы вот эту структуру статьи, логическую, хотим из статьи достать с тем, чтобы дальше делать какую-нибудь поисковую систему или аналитическую систему. При этом приходится каким-то образом разбирать вот этот вот формат, который на самом деле есть на входе. и здесь большое поле для привлечения алгоритмов, в том числе машинного обучения, потому что форматов, видов тех там PDF или HTML страниц, которые у нас есть, очень много. Написать для каждой из них конкретно проработчик невозможно, а еще они имеют склонность меняться со временем. То есть был сайт один, потом они дизайн сменили, и если у тебя было что-то захардкожено, то оно больше не будет работать. Плюс иногда там, не знаю, с теми же PDF-ками со статьями, они бывают просто без текстового слоя, то есть просто картинки, и здесь еще надо какой-то там алгоритм OCR использовать, чтобы понять, что там за текст. Непосредственно OCR мы не занимаемся, здесь мы открытые open-source решения используем, а вот дальше с сегментацией, пониманием того, где блоки текста, где картинки, где таблицы, что там в этих таблицах, этим ребята занимаются. Да, ну там дубликаты еще тоже понятный вызов, то есть когда ты скачаешь с интернета то оттуда, то отсюда, ты можешь скачать один и тот же файл с разных мест, при этом это может быть не байт в байт один и тот же файл, а чуть-чуть его разные какие-то версии, при этом на самом деле для человека одинаковые, и понять, что это одно и то же, тоже такая вот задачка вероятностная. когда мы смогли с какого-то файла достать свою структуру, то дальше вступают в свои права алгоритмы анализа естественного языка, здесь у нас есть демка текстера из просу, можно посмотреть, она довольно сладенькая, но живая вполне себе, то есть можно анализируя структуру текста на каком-то естественном языке, достать все-таки оттуда какую-то семантическую информацию. Например, найти исторически там решала задача викификации, то есть мы находили термины, которые в тексте употребляются и проставляли для них ссылки на Википедию. Это такая базовая функциональность текста кроме того, там есть еще более актуальные задачи, это для каких-то узких предметных областей достроить, потому что там в Википедии есть не все, есть предметные области более специфичные, какие-то профессиональные, не знаю, что у нас там есть, нефтедобыча, микроэлектроника, то есть если есть какая-нибудь микровикипедия про конкретную предметную область, то можно попробовать ее использовать, но тут объем имеет значение, и чтобы машинное обучение работало хорошо, тебе нужно достаточно много данных, вообще говоря, поэтому адаптация для узких предметных областей это достаточно такая вот специфичная задача, современные нейронные сети можно большие брать и дообучать под конкретный домен, подобными вещами там ребята тоже занимаются. Отдельно есть проблема с мультиязычными текстами, в последнее время кажется, мы не очень занимаемся, но вот тут тоже есть своя специфика интересная. Листическая многозначность так, ну и собственно машинное обучение, на самом деле здесь надо было слайд поставить пораньше, это достаточно такая вот теоретическая часть задач семинаров, по большей части довольно прикладные задачи здесь, вот тут некоторые немножко более теоретические задачи связаны в общем если попытаться объединить это все с тем, чтобы научиться использовать какие-то алгоритмы машинного обучения в реальной жизни, потому что очень часто бывает, что какой-то алгоритм обучили на некоторых данных, получили какой-то результат, написали статью и на этом в общем конец, а получили качественно 90% задач классификации, F1 все вроде бы хорошо, 99 даже. проблема в том, что для этого нужны обучающие данные достаточно хорошего качества, которых очень часто нету, а кроме того модели устаревают, то есть если вы что-то обучали искать какие-нибудь сейчас я не готов хороший пример придумать, но скажем, та же самая лексика в новостных заметках, она меняется со временем и появляются какие-то новые слова, какие-то новые мемы, к которым вы не готовы, потому что на тот момент, когда была собрана обучающая выборка и размечена, ничего этого не было. И в результате ваш алгоритм начинает работать все хуже и хуже, просто потому что его, те признаки, на которые он обращает внимание, перестают быть актуальными. Некоторые вроде это с людьми на самом деле тоже происходит, тоже теряют актуальность. кроме того, появляются какие-то новые классы, которые надо классифицировать и к этому всему надо адаптироваться. Как модель машинного обучения может жить во времени, это достаточно такая горячая тема в исследовательском сообществе, которой довольно много сейчас статей посвящено. Так, стреливание. И здесь есть всякие разные подходы к решению этой проблемы. Можно пытаться автоматически определять ситуацию, когда тебе приходят какие-то примеры, к которым ты не готов. То есть, если ты видишь, не знаю, модель часто неуверен в своем ответе, то можно попробовать попросить пользователя доразметить какие-то примеры, которые ей непонятны. Попытаться понять, что ты теряешь адекватность и восполнить ее. Можно более менее автоматически это делать в более ручном режиме, запуская этот процесс, то есть, добирая небольшую выборку свежих примеров и вручную ее размечая на регулярной основе, каждый месяц такие вещи, какие-то делали. Здесь есть еще, немножко я пропустил, автоматизация получения размеченных данных. Два больших подхода есть, как сделать так, чтобы за не очень большую, на не очень большой выборке получить достаточно хорошее качество. Есть подходы к обучению, так называемое активное обучение, Active Learning, штука, когда мы не просто размечаем всю выборку, какая у нас откуда-то появилась, а делаем так, что модель выбирает среди нее те примеры, на которых она максимально не уверена в подходах. Таким образом, разметив 10, 20, 30 примеров, получить примерно такое же качество, как было бы у модели обученной на нескольких тысячах примеров, но случайно. Ну, просто потому, что большая часть примеров у вас, как правило, достаточно простые, а не так уж много сложных примеров, которые к какой-то границе между классами относятся. Если научиться размечать именно граничные примеры, то можно получить похожую модель гораздо-гораздо дешевле. Так. С появлением нейросетей отдельно актуальность повысилась у задачи объяснения моделей, потому что это реально работает сейчас как черный ящик, там такое количество параметров, что нормально объяснить, как это работает и почему там нейросеть решила, что на этой картинке кошечка, на этой собачка совсем непросто. То есть там большая-большая за это математическая формула стоит, если посмотреть, как эта нейронная сеть внутри устроена. Просто огромная формула, которая получилась вот на этой картинке больше порога, на этой картинке меньше порога. Почему меньше порога? Почему порог такой? Почему такая формула? Нормально понять это невозможно. Поэтому, а понимать хочется, потому что хочется применять эти алгоритмы там, где в каких-то достаточно, в принципе, уже чувствительных областях, я не знаю, беспилотники всякие, медицинские какие-то штуки. Поэтому нужно, чтобы модель могла как-то объяснять, почему было то или иное решение принято. Здесь есть интересное, как вообще это делать, в принципе. Здесь есть довольно интересные подходы, например, при классификации изображений можно заставить модель отметить на картинке те области, которые максимально повлияли на принятые решения, и тогда человек, глядя на вот эту вот таким образом доразмеченную картинку, может понять, что, ага, выбрали, не поняли, что здесь, не знаю, на флюорографии какой-нибудь рак легкого, потому что посмотрели на вот этот кусочек, и тогда профессиональный врач может глянуть быстро на вот этот фрагмент и согласиться или не согласиться с нейросетью, не рассматривая картинку целиком, сфокусировав, тебе сразу подсказывают, куда надо смотреть. Так, что мы со временем? 10 минут. Так, на этом, на самом деле, вот этот вот средний блок заканчивается, и сейчас у нас я расскажу чуть-чуть про некоторые конкретные предметные области, которыми мы занимались или занимаемся. Первая анализ социальных сетей, она, в общем, тут исторически, наверное, первая. Прямо сейчас там не то чтобы ведется какой-то большой ресерч, но интерес сохраняется. Есть технология Талисман, вот ее ссылка на нее, там можно посчитать, посмотреть какие-то другие демки еще. Что у нас здесь? Ну, с социальными системами, наверное, более-менее понятные вызовы, большая часть людей ими пользуются, поэтому, примерно, представляет себя, о чем идет речь. Очень большой объем сильно взаимосвязанной между собой информации, профили людей, организации, каких-то там мест, предметов, прочего-прочего-прочего. Ориентироваться в этом, рекомендательные системы, советовать друзей, понимать, кто на кого влияет, это все, конечно, очень понятная, интересная задача, поэтому интерес здесь очевиден. С точки зрения обработки естественного языка есть некоторая специфика, связанная с тем, что язык там естественный, но не совсем литературный, куча всякого сленга, куча внешнего контекста, то есть сообщение пишется, оно само по себе не является законченным, оно опирается на какие-то там новости процитированные, еще на что-то, то есть чтобы его нормально привязать к той же Википедии, тебе надо понимать, какие сообщения там были до него, какие были ссылки, что по ним было, и без этого, скорее всего, никакую задачу понимания языка не решить в принципе. И меняется еще язык, то есть вот тут те самые мемы, выражения и какие-то жаргонные словечки, они появляются и исчезают достаточно быстро, гораздо быстрее, чем в каких-то более формальных текстах, типа технических заданий, законов, научных статей и так далее. Да, еще проблема с достоверностью информации, потому что в целом, конечно, в интернете на самом деле очень много мусора, мы этого не особо замечаем, потому что заходим обычно через поисковики, которые от нас этот мусор отфильтровывают, но проблема никуда не девается. Так, тра-та-та. Ну, про сюжет еще интересно, у нас было несколько работ студенческих, понимать, в какой момент появилась новость, откуда и как она дальше развивалась, кто первый что-то там опубликовал по этой теме, кто цитировал его, кто как дальше, как она заменялась, вот это все визуализировать и показать. Была демка интересная достаточно. Иногда такого очень не хватает в жизни. Так, следующая большая примет новость, это научные исследования, на самом деле это по большей части анализ научных статей. Тут в чем вызовы? Вызовы в том, что наука стала очень большой штукой и, в принципе, массовой профессией. По оценкам ЮНЕСКО, более миллиона новых научных статей ежегодно выходят, даже в каких-то очень узких областях следить за всем, что происходит, становится невозможно. Но миллион новых научных статей не значит, что они все превосходного качества, большая часть их тоже средние, так скажем. Искать, почему как бы, если раньше можно было спокойно подписаться на какой-то журнал по своей тематике и дальше, в общем и целом, все важное будет там, то сейчас, когда есть куча исследовательских центров по всему миру в разных институтах, люди пишут на разных языках, очень часто бывает такая история, что очень похожие вещи делаются независимо друг от друга в разных лабораториях, которые просто ничего друг про друга не знают. Понятно, что есть какие-то топовые конференции, за которыми можно следить как-то более или менее, но когда у тебя передовые исследования и нет еще какой-то устоявшейся конференции, на которой бы эти вопросы обсуждались, то вот такие вещи очень часто теряются, и как бы, ну вот у нас при подготовке курсовых дипломных работ частенько бывает, что мы ставим какую-то задачу, ну не очень формально, поначалу, как бы ищем, смотрим, чего бывает, чего-то вроде нашли, посмотрели, посмотрели, пока вы делаете прототип и лучше понимаете, как бы это могло бы выглядеть и что там может работать, оказывается, что вы можете теперь уже наконец сформулировать правильные ключевые слова и находится какая-нибудь готовая статья, которая вышла там, я не знаю, за 2-3 месяца до того, как вы начали свой поиск и поначалу вы его не особо-то нашли, а вот теперь там в марте месяце она вам появляется, то есть достаточно актуальная штука, очень легко в этом могил утонуть, просто даже прочитывать хотя бы какие-то базовые статьи становится практически невозможно, даже если ты знаешь, что искать, а проблема в том, что еще тебе часто непонятно, что именно искать, пока ты не разобрался в области до конца, и это отдельная такая задача поисковая, есть информационный поиск, то, чем все хорошо знакомы, то, что решается гуглом, яндексом, другими большими поисковиками, когда ты больше какие-то ключевые слова, получаешь 10 ответов, первые там три, которые скорее всего тебя уже полностью устраивают, совсем не так, когда ты делаешь какое-то исследование, тебе там недостаточно, как правило, ты не можешь четко сформулировать вопрос, и ты не можешь быть уверен, что то, что ты нашел, это правильный ответ, тебе может быть нужно найти все ответы и просматривать там, не знаю, 100 тысяч результатов, которые тебе готов показать гугл, никакой возможности у тебя очевидно нет, здесь требуются другие инструменты, и вот этим вот таким называется эксплоратор-ресерч, исследовательский поиск, мы тоже пытаемся заниматься, он еще кроме того интерактивный, то есть здесь не заканчивается одним запросом, здесь нужно строить поисковую сессию, не забывать, что ты искал раньше, куча специальных средств поддержки требуется, чтобы таким вещами заниматься, и их разработкой мы стараемся заниматься. так, Ярослав, там уже у нас Андрей на подходе, вы время для вопросов, ах ты, извините, я думаю, что вопросов-то нету, у меня осталось буквально еще два слайдика, ради бога, давайте, давайте, я тоже не сильно долго буду, так что можно я сама чуть-чуть побольше, я не знал, освободишься-то или нет, не, все нормально, у нас пять минут назад все кончилось, я прибежал в путь селеса, все супер, так, окей, дальше пойдем, большая предметная область вычислительной генетикой медицины, здесь у нас очень все динамично развивается последние годы, здесь мы можем похвастаться статьями в Ку-1, в Ку-2, основное контактное лицо здесь Женя Коккулевич, огромное количество всяких разных задач, связанных с брендовой информатикой, как всегда, междисциплинарные исследования, это большой кладезь хороших результатов, потому что биологи хорошо разбираются в биологии, математики в математике, а когда у биологов возникает математическая задача, они, как правило, с ней справиться примерно никак не могут, поэтому, если ты можешь с ними подружиться и разобраться, что у них за задачи на самом деле есть, то дальше оказывается, что у тебя уже есть куча готового, наработанного по этой теме, и можно разом здорово ускорить исследования, как оказалось бы, в биологии, понятно, что биоинформатика сейчас вообще во всем мире, очень здорово развивается, но у нас вот тоже есть сейчас лаборатория, которая занимается и задачами всякой обработки изображений, здесь есть всем понятные, там, не знаю, ЭКГ, какие-то кардиограммы, какие-то рентгены, какие-то МРТ, когда у тебя достаточно, там, не знаю, компьютерная томография, которая, в принципе, достаточно большое количество место просто занимает на диске, просматривать эти снимки вручную долго, или электро, сейчас, господи, ЭЭГ, потерял слово, многочасовой ЭЭГ бывает, когда снимают там во сне, то у тебя там, получается, лента этого записи, это большая-большая стопка бумаги, которую люди просматривают вручную, глядя там, еще там какие-то зубцы определенного вида. Когда ты читаешь про эту штуку, ты понимаешь, блин, господи, почему туда не посадить какой-нибудь простой алгоритм машинного обучения, который найдет тебе подозрительные места, и врач, кажется, сэкономит кучу времени, не просматривая большую часть всей этой ленты, которая никакого интереса не представляет. Это огромная горячая область, тут вот исследования идут и по анализу изображений, и по построению систем хранения, потому что там геномы, когда мы расшифровываем, там это реально терабайты данных, более-менее строковых на самом деле, то есть там строковые алгоритмы оказываются очень к месту и реально могут помогать. Основная сложность здесь понять, что имели в виду биологи, и перевести это на математический язык. Как только это сделано, дальше становится гораздо легче, потому что можно пользоваться уже понятными инструментами, получать интересные результаты статьи в топовых журналах тому подтверждения. Так, и вот здесь я плавно перехожу к Андрею, потому что с прошлого года у нас коллаб с компиляторшиками, и мы пытаемся применять алгоритмы машинного обучения для анализа и тестирования ПО. Здесь есть тут мне про это не очень легко говорить, потому что не совсем я этим занимаюсь, история в том, что хочется тестировать программы автоматически, не очень залезая в код, а посмотри просто на поведение, то есть когда у тебя есть какая-то там, не знаю, мобильная игрушка, и ты просто жмешь на все кнопки, как мы делали, не знаю, делали ли вы так в своем детстве с приставочной игрушкой, когда ты не очень понимаешь, что там у тебя на экране происходит, просто жмешь на все подряд, и таким образом понимаешь, как эта игра устроена, и какая там механика, и нельзя ли ее сломать случайно здесь можно отравливая какой-то автоматический алгоритм, который будет пытаться, здесь есть это называется многорукие бандиты, постановка задачи, когда у тебя есть какая-то система, у которой ты можешь дергать некоторое количество ручек, и получать какую-то там награду, меняя состояние системы, и смотря, что с тебя происходит, по-русски называется обучение с подкреплением, то есть ты что-то сделал, дальше тебя либо похвалили, поругали, и вот таких вот автоматических алгоритмах можно частично подменять живых тестеров, и смотреть, не происходит ли чего-нибудь странного, если какую-то последовательность действий совершить, которая была неожиданна для программистов этой системы, ну или, не знаю, была ожиданная, не специальная закладка там оставила, обычно, конечно, не специальная. Так, что здесь еще осталось? Пышки. Да, здесь еще интересные есть штуки по анализу исходного кода и выявлению некоторых паттернов стандартных, что может, наверное, в перспективе позволить какие-то, возможно, штуки, если я уж, конечно, сейчас спекуляциями занимаюсь, но, может быть, позволит выводить какие-то правила для статического анализа, чтобы понимать, какой код, как код обычно выглядит, и если ты пишешь что-то странное, то тебе про это подскажут, и, может быть, даже подскажут, как это исправить. Кажется, я даже демки такие видел, которые, проанализировав кучу-кучу репозиториев на GitHub, учатся программировать на каком-нибудь C++ и исправляют за тебя ошибки. Так, последний шаг у меня вот такой. Там, кстати, были ссылки на сайты институтские. У нас есть еще отдельный сайт семинара информационных систем, семинар от Espresso.ru, там можно посмотреть направление исследований, где будет немножко сформулировано, например, то же самое, что я вам сейчас рассказывал, некоторая схема распределения на семинар, она же есть сейчас на Education Espresso.ru, Education Espresso.ru у нас появился только с этого года, мы туда пока целиком не переехали еще, поэтому некоторые дублирования происходят. И среди научных руководителей можно посмотреть потенциальных людей, с которыми можно сейчас связаться и постараться найти какие-то общие интересы. Так, на этом у меня все. Чуть-чуть я не влез, извините. Да, спасибо, Ярослав. Так, есть возможность задать вопрос Ярославу, а то он сейчас исчезнет, вопрос уже задать может быть, ответ получить нельзя. На самом деле, можно вопрос и потом будет задать, не знаю, но по почте, да. На этом сайте есть и почта, и телеграм, и большинства научных руководителей, поэтому, в принципе, связаться можно будет, но может быть, сейчас. Хорошо, ладно, все, спасибо, так, Андрей. Ярослав упождает экран. Да, сейчас я нажму эту кнопочку. Ой, да, действительно, сейчас мне нужно попытаться захватить, и может быть, даже у меня получится. Сейчас, одну секунду. Ага, 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 ага. Так, вот, Microsoft PowerPoint, наверное, это оно. О, ну как? Да, видно. Так, интересно, можно его на полный экран сделать? Так, вопрос. Оно у вас останется или нет? Осталось? Осталось. А, отлично, потому что я как-то вечно иногда это срабатываю, а иногда не срабатываю. Так, значит, добрый вечер. Видимо, меня уже в каком-то виде приставили, вот, но я тоже коротко скажу, что я сегодня опишу то, чем занимаются наши компляторщики, вот, то есть отдел компляторной технологии, вот, и я сам более подробно расскажу именно про анализ программы и про оптимизацию, поэтому здесь так озаглавлены эти несколько слайдов, которые я для вас подготовил, вот, а на самом деле наш компляторный отдел очень многолик и много рук, в общем, как Шиво примерно, просто потому, что в основе многого всего, что сейчас нужно именно системное программирование, оказывается, что как раз вот лежат либо сами компляторы, либо те методы анализа программ, которые, ну, или там модели программ, которые изначально разрабатывались именно компляторы, поэтому у нас, когда, собственно, я начал работать 20 назад прошло, отдел был совсем маленький, а сейчас у нас там даже не столько отдел, сколько, наверное, как вы там сказали, больше секторов, что ли, короче, когда есть много групп, посвященных анализу программ и активизации, вот, и которые вся подышатка технологии. Вот, поэтому я что скажу, я кратко пытаюсь зайти издалека и объяснить откуда вообще вот эта вот потребность в том, чтобы программы были быстрые и безопасные, а вот почему так мир развивается, ну, и потом просто дам несколько примеров того, чем мы занимаемся мы и что происходит в мире вообще, вот, что у меня было, я пытался так, сделать, вот, значит, что, если, собственно, за ты еще про это посмотрите, у меня есть такой замечательный слайд про цифровую экономику, которая у нас появляется рано поздно во всех презентациях, вот, то, что сейчас у нас называется цифровая экономика, это просто применение IT-технологий в совершенно разнообразных сферах жизни, вот, вы как пользователи, другие люди, как пользователи, которые с этим сталкиваются, они, как правило, видят именно приложение, как здесь написано, ну, то есть, вот, если аналогию, не знаю, с, ну, например, там, навигатором в телефоне, а вот, то вы что видите, вы видите красивую там надпись, там, Ямбекс навигатор, там, или Гугл карты, вот, видите там иконки, которые там, иконка машины, которая ездит по карте, вам там рассказывают, какие маршруты проложены, там, соответственно, пробки там разными цветами, и все такое, вот, то есть, вы этим пользуетесь как с этой точки зрения, вот, а на самом деле там под капотом много всего, то есть, явно, есть непростые графы, алгоритмы, которые строят эти маршруты, есть проверка синхронизация с водителями, которые рисуют пробки, маршруты тоже на очень большое количество людей, не так просто построить как их нужно раскидывать разных, ну, вот, я к тому, что, чтобы написать приложение, ну, и само приложение, видимо, не очень приориальное, потому что оно должно работать с 50-50 людей, вот, внизу должны быть средства, позволяющие вам организовать платформу, в которых они данные этих сотен тысяч людей, организовать математику какую-то, вот, аппаратура должна работать, чтобы эта платформа работала, соответственно, база данных должна быть, наверное, вот, а мы, даже не то, чтобы мы, а прикладные программисты, которые тебе пишут, они хотят, чтобы за них это кто-то сделал, вот, мы это люди, которые за них это делают, мы и системчики, вот, поэтому в этой вот картинке, в чем суть, что, какие бы у вас ни были приложения, что угодно там, они опираются, чтобы их просто написать, внизу должен быть очень большой крок, который как раз состоит из системного форма, вот здесь какой-то такой, то есть крок, это облачная платформа, которая позволяет, чтобы нужно бирать хорошо платформу, в платформе больших данных, и потом уже поверх на платформу, вот, то, ну, как я стал, заниматься, это, селекция, машинное обучение, анализы текста, вот, а снизу еще есть много совершенно всего, вот, мы, собственно, компляторщики, мы что хотим сделать, мы хотим сделать, чтобы вот, огромный подперок системного софта, который работает еще до того, как начал работать в пользовательский код, и благодаря которому он, если так, на пальцах, работал хорошо, вопрос в том, что сейчас такое хорошо, хорошо, это вот эти вот 3 вещи, которые написаны справа на этом слайде, это эффективность, эффективность, это просто быстро, ну, то есть там, как у нас в России будет говорить, если у вас телефон, как вот, 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 вот телефон, который у меня вот здесь, да, он там весит 150 граммов, если он весит 25 килограммов, это было на заявку от твоей связи, но это не очень удобно, но вот, если вы, недостаточно там большой чин, с которой можно человеку с чем иначе приходить, вот этот телефон носить, да, то есть вот, быстрая программа, и, мало, это нагрепоприбляющее, в том числе, приводит к тому, что вот, этим становится, можно пользоваться как-то. Второе, это то, что интересуется продуктивность, это в основном имеется в виду продуктивность труда как раз вот тех выкладных программистов, которые для вас программы пишут, для вас как пользователей. То есть одно дело, если это программисты пишут что-то на языке Assembler, опять же, это было там 50, скажем, лет назад, в машинных кодах, а другое дело, когда у них есть что-то типа GitHub, что-то типа Continuous Integration, то есть тестовые какие-то системы, позволяющие легко ориентироваться не только в пользовательском коде, позволяющие быстро найти ошибки, интегрированные сцены и заработки, которые позволяют ориентироваться в огромном обмене кода, вот, и вот это вот все, что позволяет ну как-то вот не с нуля этим заниматься программированием, а как там, например, комбинировать какие-то куски, которые у вас уже есть, и убедиться в том, что куски работают, там это будет удобно, там спасает косинку и прочее. Вот это продуктивность, а безопасность, это просто, чтобы в том, что вы делаете, не было огромного набора дырок, оно бы там не падало и не показывало вам какую-нибудь что сейчас Мирка Синьорка на смерть, я не знаю, ну вот он вроде что-то свое, там, он любит что-то свое, в общем, у всех свое. А вот, ну безопасность, как я потом скажу, в основном, это проводится у свершей группой. То есть мы, как комплинаторщики, отвечаем за то, чтобы вот помочь вот с этими вот качественными системами полосправок, а почему нам это не очень просто, это потому, что написано слева, что просто стиминополь сейчас очень большое, но по каким-то набросам ключевым слампу в том стаде понятно, что этот пирог, во-первых, многослой, но во-вторых, состоит из большого количества софта на каждом слое. То есть обычно это миллионастер-кода, среда разработки опять же становится более сложной, чем отдельный редактор, там отдельный мрикфайл, это там какие-то десятки и сотни зависимостей, огромная там ИД, вот, в ней, в этой огромной ИД там тоже можно в пользу ориентироваться не так просто, вот, и собирается это тоже из большого количества компонентов достаточно долго. И это все связано между собой, то есть сейчас можно раньше было иметь какой-то маленький кусок входа очень безопасный, который вы оградили забором и не трогается и надеетесь, соответственно, если этот код какой-то там очень секретный, то его, соответственно, никто не взломает, потому что добраться нельзя. На самом деле сейчас это не так, все совсем связано, вот, и многочисленные примеры там будут сейчас пройдутся ошибки, которые типа тоже hard-bit, да может, которые вы слышали, то есть даже, то есть ошибка, которая, казалось бы, проявляется при обмене данными по защищенному каналу, вот, из-за того, что, опять же, она находится в библиотеке, которая отвечает за ключевое шифрование сайтов, несмотря на то, что канал шифрован, вот, и, казалось бы, даже для себя как-то протестировал, но все равно там одно пикло не больше пройдет к тому, что у вас утекают полистические данные, то есть нет, нет такого того, что забор позволяет защитить от всего, забора больше нет, то есть надо все равно искать в программах. Вот мы в этом живем, вот, и вот то, что вот я примерно еще раз, как резюме этого слайда вынес, вот, что вот изъявилась эта вещь, которая справа эффективность, продуктивность и безопасность, на самом деле нам нужно, что вот системы, что проходит, чтобы продукт был быстрый, это, собственно, эффективность, чтобы его можно было удобно разрабатывать эту продуктивность, но при этом он не был похож на эшетон, то есть безопасность, то есть нам нужно с одной стороны, чтобы то, что мы делаем, программы, которые мы делаем, они были безопасными в том смысле, что с другой стороны нам нужно, чтобы при этом КОК не работал, от того, что мы составляем их безопасными, КОК при этом сильно не замедлялся и все еще было удобно программировать. Вот это то, чем занимаемся в основном капилляторщики. Если так, крупными мазками грызть по направлению нашего отдела, то есть это что такое? Это классическая организация программы, это когда у вас есть исходный код, который превращается в динамин, то есть вы занимаетесь компилятором. И вам это нужно сделать с какой-то точки зрения оптимально, вот, соответственно, либо, например, маленькую программу получить, либо быструю программу получить, либо аналогиэффективную программу получить. Вот, это традиционные компиляторы с программированных языков типа GCLOM и динамические компиляторы, которые это делают в Just-in-Time. То есть я наблюдаю программу, в основном Java, JavaScript и тому подобные языки. Это одно направление, второе направление это оптимизация уже не исходного кода, оптимизация, по сути, бинарного кода. Это может быть оптимизация, может быть, способ увеличенной трансляции. Вот, это инструменты динамического анализа стеклового гринда и симуляторы типа QEMU, которые лежат в основе огромного количества других инструментов. Вот. Те же самые методы, но немножко по-другому сделаны, потому что они такие большие. То есть, когда вы посмотрите, вот, обычно есть маленький кусочек, они видите всю программу как в исходном фонде. И, конечно, не так это просто делалось, поэтому не такой большой жемтехник. Но, тем не менее, это очень нужно, это вот тогда отдельная команда есть. Вот. И вторые два направления, это статистический анализ программ, сейчас подробно я расскажу. И, то есть, это анализ исходного кода программ без злозапуска, поэтому слово статистическое. Вот. И динамический анализ программ, это, то есть, анализ программ во время их работы, то есть, там основной принцип, это, по сути, вы властейский набор, какой-то набор данных, вы программу запускаете с контролируемым выполнением, мы, по сути, на него так пристально смотрим, пока она выполняется, пытаясь понять, они в дальнейшем, ну, раз вы за ней смотритесь, пока она конкретный набор данных выполняет, вы обычно можете понять, что-то произошло, если она произошла, то вы ее радостно репартурите, и вы молодец. А если она не произошла, то дальше возникают вопросы, а на какие еще данные попробовать, а на самом деле может быть либо бесконечно много, либо экспоненциально много, и все их попробовать не сможете. Вот. И все методы изомического анализа, это разные хитрые способы, как можно меньше данных попробовать, так, чтобы можно больше вариантов выполнения покрытия. Вот это тоже отдельное направление, потому что там совсем другие подходы, чем в классическом анализе. Вот. Это такая крупная мазка, но я чуть-чуть расскажу подробнее про то, что вот, даже слайд выпущу, потому что в мире бывает, просто иллюстрация того, что любые крупные компании, чтобы стимулировать эту продукцию с озаботкой, они что-то делают, либо упрощают язык и делают более подвинутые операторы. И причем это все делают, то есть это Apple делает со свифтом, который мы, наверное, уже видели, там кто-то из вас на Капаргамеру. Вот. Google делает со разнообразными рантаймов с библиотеками Андроида, пытаясь сделать либо лучше компьютера, либо удобнее среду разработки. Samsung делает персоны, делает персон с терминтайзинг, которыми в часах. И там тоже попытки привлечь максимальное количество разработчиков стали сменять языки. То есть это был сначала C++, потом добавили JavaScript, потом добавили C Sharp ради того, чтобы вот в этой экосистеме там часов, телевизор, там, можно было как можно проще программировать со всю продуктивность. А для дистопных персонок и для серверов это многочисленные попытки оптимизировать как можно тщательно наибольшую либо всю программу, либо всю систему. Этим занимаются обычно те, у кого очень большие программы. А очень большие программы у людей, которые пишут программы для подмассера. Сейчас это либо Google, вот поэтому здесь вот система называется Google пропеллер, не важно, чем заниматься, что еще раз слово, либо Facebook, который тоже, догадываетесь, с большими данными все хорошо, и со скоростью работы тоже все очень замечательно. Вот. Это то, что происходит. Что умеем мы на эту тему, вот если вот эти направления посмотреть, какой у нас опыт был, это оптимизация статической компиляции в СИОВ, это обычно написание какой-то новой большой оптимизации, либо подключение того, что есть. Это достаточно большие проекты, которые обычно дают вам, из-за того, что это статическая компиляция, не в этом порядке в производительности, не дают единичный процент, так как это, по сути, статическая компиляция, это скей, который получается относительно бесплатно, ну, то есть обычно время компиляции программы, какого на большем бы ни было, оно сильно меньше, чем время ее работало в результате, в общем, многократного запуска, ну, особенно у серии. Поэтому эти там 3-4-5 процентов, которые вам достаются просто потому, что у вас компилятор стал чуть-чуть быстрее, вот, это очень замечательно. То есть здесь не нужно как-то знамичную компиляцию, например, соотносить скейн, который получается, с временем, который затрачивается на компиляции. Вот, такой тип проекты есть, и они признаны были сообществом, в том смысле, что у нас есть люди, которые, ну, я в том числе сейчас меньше этим занимаюсь, которые под комиссией там, и, соответственно, для того, чтобы это произошло, сообщество должно принять, посмотреть. Вот, это отдельная команда этим занимается. Вот, дальше, в другом мерах работы, это Just-in-Time компиляция, вот, и вот 5-1, эта система, которая позволяет предоставить средства такой Just-in-Time компиляции, и такой компиляции встроить туда, куда вы хотите, либо, например, в собственную компиляцию, комиссионального языка, либо в что-то похожее, вот, либо в другую систему, в которой нужно, например, интерпретацию, менять на компиляцию, еще это ускоряться. И вот, такой системой оказалась база данных Postgres, вот, там что происходит, ну, вы пишете запасы базы данных, там есть какой-нибудь условий, типа того, что, не знаю, здесь можно как-то порисовать или нет, вот, типа, вот так вот сделать, потому что здесь написано плюс Y больше 20, вот, соответственно, традиционно это условие, если оно особенно тяжелое, оно интерпретируется, то есть, в глубинах Postgres есть компиляция, который вычисляет. Что мы все делаем, можно сделать, изменивить по нему код, который, по сути, будет, вместо того, чтобы интерпретация, это вызов какой-то функции на каждую, по сути, на каждую операцию этого выражения, то есть, там на плюс, на большую, на переменную. А так у вас сразу получается, если вы погоняете через 20-20 антимпилятор, вот, у вас получается маленький код, который в случае небольших чисел, например, которые помещаются в целые числа, может это, например, в полный процессор, но и вот, как вы видите, здесь вот, то, что вы получаете, это здесь сейчас быстрее. Ну, понятное дело, что вы не весь запрос ускоряете 10 раз, а вы ускоряете только ту часть, которая тяжелая, которая относится к именно вычислению условий для запроса, но вот, а сама часть, там, обработки базовых, она остается. Тем не менее, это позволяет сами какие-то тяжелые запросы ускорить тоже в разы. и это не очень-очень очевидно по мнению компилятора, потому что где компилятор, где база данных, а на самом деле вполне так тоже может. Вот, и тоже такой пример, который показывает, что сейчас область оптимизации, которая подвергается программа, она все время увеличивается, это проект, который у нас был по оптимизации всего дистрибутива, то есть там изъявчиво настройство синхронных вещей, то есть может не датчик, это больше чем датчик, какое-то устройство, в которое не предполагается, что доставляется программа, то есть оно как-то, не знаю, умную часть или что-то такое вот, оно вот у вас дома стоит и оно обновляется всей прошивкой. И с телефона можно доставить программу, а туда программы обычно не доставляются. И зная, что у вас называется положение закрытого мира, то есть вы знаете, что у вас ничего доставлено не будет, а значит, что вы знаете, например, есть у вас библиотеки, которые там стоят в дистрибуции, это все равно стоит какой-то Linux велен, например, сход 200 пакетов, то есть там не 2000 пакетов, как в Discord, но все равно много. И вы знаете всех клиентов библиотек, которые туда поставлены, и можете посмотреть, какой код точно не будет использоваться. То есть, например, в дистоптной машине это сделать нельзя, поскольку вы не знаете, какое положение будет доставлено сходу, чем возможно, но ему этот код понадобится, а здесь это знаете точно. Чтобы такую код, чтобы у вас упрости, недостаточно оптимизировать на уровне пакета или на уровне одного файла, как обычно делают код, нужно собрать информацию всех библиотеках о тех сиграх, которые он экспортирует, потом собрать информацию всех клиентов, какие ему нужны, ну и посмотреть пересечения, посмотреть, что же осталось не нужным, и это ненужное можно убрать, и вот видите, оказалось, что размеры дистрибутия в результате уменьшаются на 10-20%, здесь вот средний слайд, который там кремный. Вот это то, что сейчас можно сделать, потому что в повышенных инструментах, комплятрах можно дописать плагины, можно дописать какие-то, которые работают поверхными, то есть с нуля это сделать очень тяжело, здесь это можно сделать только потому, что уже большая инструкция компляции, например, одного файла, одного пакета, она уже есть, вы можете поверхность, но и что-то сделать. Поэтому это был проект там не на 10 человек из 10 лет, а на 2-3 человека на год, потому что уже большая часть была сделана вот такой пример. И на этом я наезде наверное про комплятор именно классический я закончу и еще немножко расскажу про безопасность. То есть безопасность я уже немножко сказал, что классический метод обеспечения безопасности это вообще этот периметр, то есть ваш программу, которая волнует ваша ее целостность, вы просто ее вносите толстым забором. То есть это брендмары какие-нибудь, антивирусы, парволы, которые только в правильный поле заказывают кто-то там зайти, кто-то вот все. Но как только у вас все равно есть дырочка наружу, все равно если внутри программы есть ошибка, через эту дырочку могут протечь данные, которые либо позволяют той же системе, например, в случае ошибок не добиться отказа от слушания, либо организовать вытечку таких самих данных. Вот. Поэтому сейчас считается как, что безопасность системы прямо коррелирует с количеством ошибок, и чем больше ошибок найдете, тем более вы защитите. Поэтому у вас есть две больших задачи. С одной стороны, можно больше найти, пока вы еще программу не выпустили. И даже потом, когда выпустили, продолжать искать, потому что вы не можете найти всего, к сожалению. Вот. И вторая задача как раз возникает из-за того, что вы не можете найти всего, вы должны, зная, что вы выпускаете программу, в которой очевидно есть ошибка, вы должны сделать так, чтобы, если ими кто-то пытался воспользоваться, то посетитель двигался бы максимально мягким. То есть, запутать с противником, либо защититься от того, что потенциальные ошибки он может воспользоваться и сделать так, чтобы хотя бы, например, данные консенсальные не ушли, а хотя бы просто, например, где я сила, вот и все. Но опять же, примерно как вы, не знаю, умение безопасности машины надеваете. То есть, вам уже наличие ремня не гарантирует, что БКП не будет. Профессионально может быть, но зато при этом вы не видите головой из машины. И, возможно, голова останется в целости, а голова, в общем, особенно в нашей работе очень важная штука. Да, поэтому вот эти две таких задачи и из-за того, опять же, что обе этих задачи нужно решить полностью из тучи методов, которые позволяют каждому из них как-то приблизиться. То есть, нельзя достичь цифровой безопасности. опять же, как из-за того, для этого нужно не ездить. То есть, если программа не работает, она совершенно безопасна. Но обычно это так нехорошо. Чем больше методов защиты применяете, методов поиска ошибок, тем безопаснее ваша программа, вы к чему-то отобливаете. И здесь, что есть у нас интересного. Большая группа, которая как раз я с ней работаю, это группа, занимающаяся фактическим анализом. Фактический анализ, который работает как раз без запуска программы, он, по сути, похож немножко к обычной бы на Шерлока Холмса. То есть, Шерлок Холмс, стоя у окна и глядя вниз, он смотрит, что по улице идет человек и быстро на него смотря, видя там дултурировки, как обычно там рассказывают, бывает, одежду, только он говорит, что тот, наверное, мафиор, член китайской мафии и подозрительный человек, с ним что-то нужно делать. Вот. Никаких гарантий он не дает, но даже Шерлок Холмс может сидеть. Вот. Но если есть совокупность признаков, есть ошибка, то есть смысл приглядеться к тому, что говорит анализатор к вашу программу. Вот. И здесь, если так коротко тоже говорить, что этот анализ можно сделать полностью автоматическим. То есть, вы просто спускаете анализатор на вашей программе и он через какое-то время говорит подозрительные места. Он может ошибиться, опять же, как в Локхолмс, но если анализатор качественно, то он ошибается очень часто и это имеет смысл использовать. Вот. Метод анализа программы, которые здесь используются, тоже используются и компиляторные. Вот. Я не буду подробно, наверное, объяснять, как все это работает. Просто скажу, что вот эти три больших части, которые здесь есть, одна большая часть это получить как можно более точное представление программы, чтобы анализировать именно то, что работает. А так как у вас анализ до запуска программы, то вы не знаете точно, что будет запущено. Вы должны как-то из того, как программа собирается, эту информацию извлечь. Вот. Потом сам, собственно, анализ. Там много технологий, На том слайде было немножко некоторое резюме, что нужно и моделировать то, как программа работает с памятью, по датику данной в программе. Вот. Нужно учитывать связи между функциями. Это все довольно много алгоритмов. и все из них, опять же, из-за того, что могут быть неточности, вы в анализе не можете построить точную систему. Опять же, без запуска программы вы должны как-то угадывать то, что произойдет, опять же, в теверном фокусе статики. Вот. Все эти вопросы можно как-то улучшать, но наша цель как раз это улучшить так, непонятное дело, что чем точнее алгоритм выстроится, тем ибо больше он будет работать, ибо больше ошибок он будет пропускать, потому что нельзя пропускать, что он ничего не пропускает, к сожалению. Либо он будет давать много то, что мы можем срабатывать, то есть помечать как подозрительные места в программе, которые на самом деле нормальны. Вот. И каждый выбор таких алгоритмов, их настройка, это достижение компромисса между качеством анализом и, по сути, пропуском ошибок при условии, что вы должны быстро работать на большом объеме кода. А если вернуться на наш первый слайд, кода много. К сожалению, кода 90-х кода. Можно очень хорошо и качественно вправить мало кода и попытаться доказать, что там нет ошибок, но это немножко другая задача. И, к сожалению, на миллион 100-х кода это сложно, но иногда так тоже нужно делать, просто потому, что бывают критические для качества вещи. Вот. Это то, что делают, да. Так, мы где-то вблизи дедлайна? Да, я уже заканчиваю. Как раз у меня один слайд остался и потом останется именно вопрос. Я бы хотел, чтобы ребята могли вопросы задать, если они еще живы. Вот. Ну, собственно, я что хотел сказать, что после этого анализа нужно смотреть под упреждением, это не так важно, а важно то, что я опять же рассказал, маленькую часть, и есть еще анализы динамические, есть защита от программы, от взломов, в виде запутывания в ходу программы, есть безопасная компиляция, когда вы не допускаете ошибок в ходе компиляции, потому что кто-то тоже может принести ошибки. Вот. И вот всем этим многокрюбшим мы так иначе занимаемся и в любой из этих частей мы будем рады с вами работать. Собственно, и все. Наверное, то, что я хотел закончить, да, дальше я как раз готов что-то еще ответить. Да, спасибо. Вот, да, вопросы. Так, по крайней мере, есть контактные данные, куда можно что-то написать. Наверняка она может быть.